Сегодня появился набор заявлений азербайджанского и турецкого руководства по поводу деоккупации Азербайджана. В общем, из двух столиц были изложены факты и позиции, которые выглядят логичными, стройными и справедливыми. И для того, чтобы события развивались в каком-то другом ключе, как это пытаются излагать представители РФ и Франции, то в таком случае они должны предложить что-то более логичное, существенное и ведущее к более положительным результатам. В общем, ситуация в Азербайджане – простода безобразия. Окупация территории Азербайджана армянскими войсками зафиксирована в нескольких документах ООН и ни у кого не вызывает сомнений принадлежность этих земель. И мировое сообщество должно приложить максимум усилий для достижения этой цели. В идеале, оккупант должен быть поставлен в такие условия, что дальнейшее удержание чужой земли станет для него слишком дорогим удовольствием, и он должен прийти к выводу о том, что уйти с захваченных земель будет куда дешевле, чем удерживать их. Как раз это и должно обеспечить мировое сообщество. И в первую очередь, страны, которые сейчас ратуют за прекращение огня. Но как видно, именно эти страны, а особенно РФ, делают все возможное для того, чтобы Армения чувствовала себя на оккупированной территории максимально комфортно. Достаточно заметить, что практически все вооружение и вся техника, а также боеприпасы российского производства официально все это ввезено в Армению, но по факту, изначально поставлялась для военной группировки на оккупированной части Азербайджана. Никакой Нагорный Карабах не мог бы нарыть в своих шахтах 440 танков, десятки систем ПВО и прочего вооружения. Более того, Армения тоже не производит ни одного наименования этих изделий, а значит все они поставлены из РФ. Если бы РФ не хотела там войны, то просто перестала бы туда поставлять все это железо, и вопрос решился бы еще лет 15-20 назад, и там давно было бы не прекращение огня, а мир. По сути, фигуранты минского формата переговоров, и в первую очередь РФ, выступают за продолжение военного противостояния, еще на одну 30-летку, и Франция ей в этом усиленно помогает, как делала это во время вторжения РФ в Грузию и Украину. Почему Париж постоянно демонстрирует пророссийскую позицию, должны выяснять следователи, а мы просто констатируем факт. Азербайджан, Грузия, Украина, Сирия, Ливия. Франция всегда оказывается по одну сторону баррикад с Путиным. Но сложностей в этом военном противостоянии нет, и похоже на то, что и не было никогда. Если армяне хотят мира, они должны убрать свои войска в Армению, и там подумать о том, что количество танков у них оказалось вдвое больше таковых у Франции, и больше, чем у Германии. Но где Германия с Францией, и где Армения? Просто никто не считал, сколько тех же танков на душу населения в Армении. Если бы кто-то удосужился это сделать, и сравнил показатели с самыми богатыми странами, он сразу бы понял, на кого. В данной ситуации надо давить, кто агрессор, и у кого находятся ключи от мира, без стрельбы, и кровопролития. Но на удивление, миротворцы оказывают давление только на Азербайджан. Еще можно было бы о чем-то говорить, если бы та же Франция, четко поставила вопрос, о том, что Баку, должен прекратить огневое воздействие на армян, а те, обязаны собрать свою технику, военных, и убраться на свою территорию. Но так вопрос не стоит. На самом деле, речь не идет о прекращении огня, а о том, чтобы азербайджанцы, перестали выбивать армян, со своей земли. В общем, такой подход к оценке ситуации, очевиден, и мы его видим именно так, а вот как эту ситуацию видят те, кто непосредственно принимает решение. И начнем с турецкой стороны, поскольку именно она, оказала братскую помощь Азербайджану, и ее технологический отрыв, не только от армянской, но и от российской армии, стал залогом успешного процесса деоккупации азербайджанской земли. Министр обороны Турции, Хулус Якар, прямо сказал о том, что не стоит ожидать, что Азербайджан остановится, вплоть до устранения факта оккупации, и вывода террористов и наемников, из региона. Более подробно, позицию Турции, изложил пресс-секретарь президента Турции, Ибгагим Калин. В интервью телеканалу Аль-Джазира, отметил, что если посредники, вновь ограничатся призывами, к прекращению огня на Южном Кавказе, то это ни к чему не приведет, и отметил следующее. Посредники уже 30 лет, не идут дальше призывов, к сохранению перемирия, что не решает проблем. Мир в регион придет, лишь с выводом ВС Армении, с исторических земель Азербайджана. Без детального плана деоккупации, уже сейчас, можно почти с полной уверенностью назвать, усилия посредников провалившимся. По его словам, минская группа ОБСЕ, предприняла очень мало шагов, за время своего существования, для решения проблем на Южном Кавказе. Турция выступает за прекращение кровопролития, но перемирие должно быть прочным, что возможно лишь с выводом армянской армии, с территории Азербайджана. Важный момент. Пресс-секретарь особо подчеркнул мысль о том, что вслед за деоккупацией азербайджанских земель, армянская община Нагорного Карабаха сможет жить в составе Азербайджана свободно и иметь право на религиозную, культурную и национальную идентичность. Однако самое важное и четкое заявление сделал президент Азербайджана Алиев. Хотелось бы нечто подобное услышать от шестого президента Украины, но всем давно понятно, что услышим это мы, лишь от седьмого президента. Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации несколько населенных пунктов. Поселок Гадрут, села Чилы, Йохары и Гюзлик, Горазили, Гэшлаг, Гараджалы, Эфенделяр, Сулейманлы и Сур. Мы принуждаем врага к миру. Никто не в силах заставить Азербайджан свернуть с намеченного пути. Освобождение этих сел и поселка Гадрут историческая победа. Почти каждый день мы получаем с фронта хорошие вести. Наши солдаты и офицеры выполняют боевые задачи на высоком уровне. Планы операций основаны на современных принципах ведения боевых действий. С точки зрения боевой подготовки, азербайджанская армия имеет полное превосходство на поле боя. Карабах это Азербайджан, и это должны четко уяснить в Ереване. Мы вернем земли миром или войной. Это последний шанс для Армении. Я изменил статус-кво, разрушив линии обороны, созданную ВС Армении, в течение 30 лет. Здесь президент имеет в виду, что армяне три десятка лет выстраивали свою линию Мажина, выливая из бетона укрепрайоны. В частности, неспешное продвижение азербайджанских войск, обусловленное тем, что войскам приходится взламывать. Именно укрепленные оборонительные сооружения противника. Если умники из РФ рассказывают о том, что Азербайджан не смог продемонстрировать блицкрик, то пускай вспомнят свой блицкрик на линии Маннергейма или на укрепрайонах под Визьмой и Сычевкой. А президент Азербайджана прямо говорит о том, что победа любой ценой ему не нужна. Он никуда не торопится, и все будет делаться так, чтобы потери азербайджанских войск были минимальными. А такой подход противоположен блицкрику. Между прочим, сеть пополняется все новыми кадрами, которые подтверждают именно такой новый подход азербайджанской армии к способу ведения войны. Говорят, что президент Алиев обратился к Пашиняну и предложил выводить свои войска, и сказал, что мы все равно освободим свою землю. Так или иначе, мы просто пришли и делаем это. И надо заметить, что делают азербайджанские военные основательно и результативно. Поэтому предложение было вполне джентльменское, поскольку Пашинян может либо забрать своих военных живыми, либо далее. Как говорится, 18+. Кроме того, президент Алиев назвал новые данные потерь противника. Здесь окажется некоторое разночтение с тем, что давало Министерство обороны Азербайджана, поскольку там даются общие данные уничтоженной и захваченной техники, а президент говорит лишь об уничтоженной и скорее всего с экипажами. Обратим внимание на то, что агентство Анадолу пишет о средствах ПВО по его Алиева. Словам, за дни боев уничтожено 16 командных пунктов, 196 танков, 38 БМ-21, 1 ураган, 10 самоходных артиллерийских установок, 36 боевых машин пехоты, 24 артиллерийские батареи, 2 средства ПВО, 2 комплекса С-300, 25 зенитных ракетных комплексов ОСА, 4 средства для создания радиотехнических помех, 136 артиллерийских орудий, 56 минометов, 1 ТОС-1А и 2 радиолокационные станции. А разница в уничтоженных и захваченных вооружениях и технике противника оказывается в руках военных техников, которые перебирают ее, довешивают все необходимое и потом перекрашивают в цвета азербайджанской армии. Трофей есть трофей. В общем, главная мысль этих заявлений сводится к простому определению слава мир. Армяне его понимают так, что они хотели бы оставаться на чужой земле и безнаказанно кошмарить соседей, как учил великий Путин, а у азербайджанцев другое и вменяемое представление о мире. Они хотят выйти на свою границу с Арменией и сделать так, чтобы противник больше никогда не думал о том, чтобы повторить свою оккупацию. И мы не видим ничего, что можно было бы предложить взамен.